Когда мы покупали компьютер, я не думала, что Рома будет зарабатывать такие хорошие деньги, можно сказать. А это он мечтал, наверное, уже давно. Он же ничего не говорил мне. Вырос я в маленьком городке Никополь, это Днепропетровская область, 500 километров от Киева. В детстве я много времени проводил с друзьями на улице, мы придумывали разные занятия. Какое-то время я даже занимался паркуром. Очень странно, что я до тех пор жив и цел после этого остался. Мы там бегали по всяким заброшенным зданиям, знаешь, там прыгали по ним. То есть было весьма экстремально. Ну это Ромке, наверное, было лет 10. Он мне начал, ну тогда еще мало компьютеров было. В общем, я долго, очень долго просил маму купить мне компьютер. Я даже придумал там всякие отговорки, вроде я буду учиться на нем, я буду зарабатывать деньги там и так далее. То есть лишь бы вот получить желаемое, знаешь. Вот купи мне компьютер, я буду зарабатывать деньги. А я одна воспитывала двоих. Ну, взяли кредит, купили им компьютер. Проходит год-два, я говорю, Ром, я не поняла, где деньги? Ты обещал мне деньги зарабатывать. Ну, я ему ничего не запрещала. Ну, не знаю. Я сама вольнолюбивый человек и дети у меня такие же. Я говорю, ты куда-нибудь будешь поступать? Да. Я еду в Киев. Ну и поехал. Я говорю, а куда ты будешь поступать? Геолога-разведывательная техника. Говорит, где ты его нашел? Ну, это все в интернете. Я просто открыл гугл, взял первую попавшуюся ссылку, кликнул, позвонил, договорился. То есть приехал, сдал экзамены и поступил. Вот все это мне было абсолютно неинтересно, потому что вот у меня были цели попасть в киберспорт, попасть, стать профессионалом. В общем, впервые, когда я появился в арене, я, конечно же, никого там не знал, просто был одинок. Рома был один из тех людей, который периодически наблюдал за игрой. И я постоянно сидел за их плечами и смотрел, как они играют, учился. И мне это было очень интересно, потому что на то время у меня не было еще достаточно финансов, чтобы проводить вот каждый день. Я думаю, когда я сидел за их спинами, они были немного, то есть хвост и флай, они были немного раздраженные, потому что кто-то сидит и наблюдает постоянно, что ты там делаешь. Особенно, когда вот, ну, допустим, они не играют, а там занимаются какими-то своими делами. То есть общаются в ВК с кем-то или еще что-то, а я просто сидел сзади и смотрел за этим всем. Продолжал, то есть хвост немножко был зол на меня в то время. Но, да, что поделать, мне нужно было учиться. Рома очень старался выйти. То есть, да, я человек открытый ко всему новому, но не так часто бывает время просто, чтобы попробовать это новое. То есть при любой возможности совершить какое-то там безумное путешествие, я всегда соглашусь, и это всегда, то есть, круто. Продолжение следует... Рома — человек с большими амбициями, и останавливаться на достигнутом — это как раз-таки не про Рома. Этот человек будет находить новые цели, ставить перед собой какие-то новые вершины. В принципе, если он найдет себе подходящих тиммейтов, то упадет далеко. В принципе, он нашел себе хороших наставников в лице Мизери, Саксы и прочих. Рома ставил задачи, но они были поэтапно очень крупные. То есть пробиться в крупную команду — в его возрасте это было сделать очень сложно. Но он смог это сделать. Я рада за него. Он своего добился, чего хотел. Благодаря своему увлечению, да, он окупил свой первый компьютер, наверное, в десятикратном размере. Тем более у нас есть одна жизнь, и как бы тратить свое время на сожаление о чем-то, что было в прошлом, то есть для меня как-то выглядит бессмысленно. На самом деле я ни о чем не жалею, все складывается так, как складывается. Поэтому — йола! Играет музыка